Здравствуйте, я Камила Исакова, в эфире КФУ Live для абитуриентов. Сегодня поговорим о поступлении в Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского Федерального Университета. На наши вопросы ответит директор Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского Федерального Университета Дмитрий Евгеньевич Крин. Здравствуйте. Здравствуйте. Главный специалист по международной деятельности Алина Сергеевна Ситникова. Здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаю нашим зрителям, что вы можете задавать свои вопросы в группе ВКонтакте Казанского Федерального Университета. Но мы приступим к вопросам. Самый первый вопрос классический. Расскажите, пожалуйста, о направлениях вашего института. Да, я, наверное, скажу, имеется в виду направление бакалавриата? Да, сначала поговорим о бакалавриате. Давайте поговорим о бакалавриате, да. У нас в общем и целом существует семь направлений бакалавриата, они делятся на три крупных блока. Я сначала проговорю про эти три блока, потом скажу, какие направления к ним относятся, в чем между ними есть разница. Первый блок – это блок непосредственно разработки программного обеспечения, создания программных продуктов. Программных продуктов разных. Имеется в виду мобильные приложения, веб-приложения. И, в общем-то, приложение, которое вы можете видеть программы на ваших рабочих станциях, на ваших компьютерах. Кросс-платформное приложение, которое работает под любой операционной системой. Вот. Ну, начиная там от Windows и заканчивая macOS. По этому крупнобочному направлению у нас представлено три дифференцированных. Это направление прикладной информатики, информационных систем и технологий. Ну, и, в принципе, можно сказать, что сюда же у нас относится бизнес-информатика. Второе направление подготовки – это то, что касается у нас непосредственно блока в учительной математике. Институт, я напомню, называется в учительной математике. И изначально это был факультет в учительной математике, кибернетики. И достаточно большой акцент у нас идет именно на математическую подготовку, но, если быть точным, на высокопроизводительное вычисление на различных платформах. У нас имеется два направления подготовки, которые отражаются как раз таки вот – высокопроизводительное суперкомпьютерное вычисление и вычисление на нетрадиционных платформах. Ну, и на традиционных тоже, но вот, что называется, мы занимаемся нетрадиционною учительную платформу, я об этом, если будет вопрос, это дополнительно могу рассказать. Это направление прикладной математики и прикладной математики-информатики. Здесь мы воспитываем, не надо думать, что чистых математиков ни в коем случае, а именно математиков-программистов, которые специализируются по высокопроизводительным и сложным вычислениям, математическому моделированию, все, что с этим связано. И, наконец, третий блок. Это блок, который касается сетевого, системного программирования и инфраструктурных систем. В этот блок входит фундаментальная информатика, информационная технология, специальность ФИИД и специальность информационная безопасность. По этому направлению мы воспитываем специалистов по разработке серверных приложений, систему управления базами данных, обученными вычислениями, информационной безопасности во всех ее видах и многообразиях. Вот это, если речь касается направлений буквы в ряд. Вы сказали, что в вашем институте занимаются разработкой программ, и сейчас, мне кажется, в наше время это очень актуально. Скажите, пожалуйста, сколько вообще мест планируется на поступление в этом году? В общем-то, у нас является институт один из лидирующих в области АТИ в Российской Федерации. Он достаточно прочно входит в первую десятку по РФ. И у нас достаточно большой контингент студентов и достаточно большой контингент приема. На текущий момент, ну, в общем-то, у нас практически каждый год открывается порядка 250 бюджетных мест. И приблизительно в этом диапазоне мы набираем столько же контрактников от 250 до 300-400. Количество контрактников у нас тоже лимитировано. То есть мы стараемся не выходить за пределы 600-700 человек на курс. В бюджетных местах, еще раз повторюсь, порядка 250. Собственно говоря, вот если вкратце, то вот так. Это я буквы ряд имею в виду. А изменится ли платное обучение в этом году? Платное обучение в связи с решением Министерства образования и науки по своей стоимости в этом году не меняется. Какие предметы нужно сдавать для поступления в ваш институт? По различным направлениям у нас разные предметы. Обязательно у нас являются везде математика и русский язык. По некоторым направлениям на выбор можно сдавать либо информатику, либо физику, либо иностранный язык. Можно ли поступить в ваш институт после окончания колледжа? Да, конечно. В наш институт после окончания колледжа поступить можно. Но при этом, опять же, необходимо поступать по баллам ЕГЭ, если они не устарели. Если баллы ЕГЭ устарели, ну, есть, в общем-то, определенная норма. Если я не ошибаюсь, там порядка трех лет, как раз с момента предыдущего результаты ЕГЭ, то ЕГЭ необходимо пересдавать. Еще очень интересно, с какого курса у студентов начинается практика и как, где они ее вообще проходят? Не совсем корректный вопрос. У нас, скажем так, ну, у нас существует, да, такой институт, как производственная практика, но из-за своей специфики, мы, опять же, повторюсь, один из лидирующих IT-факультетов, у нас студенты начинают работать либо у нас, либо у наших индустриальных партнеров уже с второго, с третьего курса. Поэтому, можно сказать, что практика или производственная практика, или стажировка, наживайте, как хотите, проходит непрерывно, как минимум, на протяжении двух последних лет бакалавриата. В зависимости от того, какая успеваемость у студентов, где они хотят работать, на каких направлениях подготовки, они, ну, что называется, 70% проходят практику у наших индустриальных партнеров, 30% у нас внутри в университете, в том числе и в профильных научно-исследовательских лабораториях и центрах. Давайте теперь поговорим про магистратуру. Скажите, пожалуйста, направления те же, что и на бакалавриате, или есть какие-то новые направления? Вот, по направлениям магистратуры. Ну, как сказать, вообще говоря, мы сейчас выстраиваем лойку, потому что на каждом направлении бакалавриата студент мог иметь выбор между одной магистратурой исследовательской и между одной магистратурой индустриальной. Исследовательская магистратура – это то место, куда попадает студент и именно проводит там интенсивную научно-исследовательскую деятельность, в частности для поступления в аспирантуру, либо, возможно, дальнейшие работы в университете. Индустриальная магистратура – это магистратура, где особо большое внимание уделяется стажировке на предприятии, которые курируют данную магистратуру и которые осуществляют прием студентов с высокой успеваемостью в этой магистратуре к себе на предприятии. Магистратур у нас много, у нас сейчас, собственно говоря, на 7 бакалаврских магистратур, магистратур 14, мы их сейчас постоянно обновляем. Например, в этом году у нас появляется новая магистратура по специальной робототехнической системе искусственного интеллекта, в следующем году появляются две новых магистратуры тоже в рамках направления искусственного интеллекта. Очень интересный грант от Московского государственного университета, в котором мы сейчас как раз подписываем с ними соглашение о партнерстве по как раз развитию магистратур в области Е. Если вкратце, выпускник каждого бакалаврского направления может выбрать сейчас из достаточно широкого спектра направлений, при этом из этого широкого спектра направлений с 14 магистратур где-то 3 или 4 будут касаться того, чем он занимался в бакалавряте. Два будут соответствовать вообще достаточно строго. Остальные, если он захочет сменить сферу деятельности. Сколько бюджетных мест в этом году в магистратуре? В магистратуру бюджетных мест у нас тоже, ну там колеблется тоже число порядка 150-200, то есть чуть меньше, чем по бакалавряту. Ну, собственно говоря, в магистратуру, так как мы именно рассматриваем прежде всего прием зрелых специалистов, которые хотят именно продолжить обучение, а не останавливаться на младшем уровне образования, на бакалавряте. Я напомню, те, кто заканчивает бакалаврят, имеет диплом бакалавра, не имеют права даже в аспирантуру поступать, то есть обучаться на кандидат наук, то поэтому количество бюджетных и платных мест на магистратуру у нас меньше, ну потому что, в общем-то, эти бюджетные и платные места являются, по сути, под множеством наших бакалавров, которые выпускаются, плюс талантливых бакалавров других вузов региона, которые хотят действительно повысить свою квалификацию. А как проходят экзамены при поступлении в магистратуру? Возможно, есть уже готовый список тем или вопросов? Ну, разумеется, вот, наверное, вот даже каким образом проходят, вот, может, Анна Сергеевна, вы прокомментируете? Для русских абитуриентов у нас проходит письменный экзамен, они сдают некую работу, скажем так, и, конечно же, перечень всех вопросов и программы для поступления, для подготовки к этим экзаменам все на сайте выложены. Для иностранных абитуриентов у нас будет, в том году, по крайней мере, я думаю, что в этом году тоже, у нас проходит дистанционный тоже собеседование, но там оно проходит на двух языках обязательно. Получается, там есть иностранный язык и там есть уже по специальности два экзамена. А когда начнется прием документов? Для российских абитуриентов он начнется с 15 июня этого года, для иностранных он открыт уже, уже можно подать заявление. А если говорить про магистратуру, то это уже, наверное, в конце лета, да? Опять же, если мы говорим для русских, то это будет с 15 июня. Если мы говорим для иностранных, для них уже можно и на бакалавриат, и на магистратуру поступать. Еще хотелось бы узнать про ваших выпускников. Очень интересная сфера и интересно, где они работают, что производят, возможно, какие-то известные приложения. Это все-таки заслуга ваших выпускников, вашего института. Действительно, выпускники нашего факультета занимают лидирующие должности во многих предприятиях индустрии, а также являются достаточно известными людьми в сфере высшего образования. Я приведу, наверное, несколько примеров. Это Дмитрий Еремеев, руководитель крупнейшей компании финтеха, частной финтех-компании Российской Федерации, Фикс Групп. Это Арат Хасьянов, основатель нашего второго IT-факультета, института информационных технологий, информационных систем. И на текущий момент, можно сказать, что одним из таких лидеров именно из молодого поколения, из недавних выпускников, можно считать Егорчева Антона Александровича, который сейчас является заместителем директора РИВМИД по общим вопросам. Он выпускник ВМК, в общем-то, очень перспективный молодой человек, который пользуется очень большим уважением именно в индустрии оборонных двойных технологий и имеет очень тесные связи с промышленностью. То есть, условно говоря, я вам сейчас привел три примера. Один из финансово-экономической области, второй чисто из образования, третий в рамках связи с индустриальными партнерами, в частности, сферы оборонки. — Хотелось бы еще узнать, чем занимаются студенты во внеурочное время? Ну, возможно, у вас есть какие-то факультативы, которые можно посещать по желанию? Или, возможно, студенты уже учебу в институте совмещают с работой, с какой-то практической деятельностью? — Ну, собственно говоря, необходимо сказать, что у нашего института действует ряд крупнейших площадок, которые, ну, это филирован, можно сказать, нашим институтом, которым мы руководим. Это площадка именно для творческой деятельности и внеучебной деятельности развлекательной, так называемый Центр Карпова. Он находится на территории спортивного зала КСК «Уникс». В рамках Центра Карпова проходятся постоянные мероприятия, тренировки, игры в области так называемых игр с точной информацией. Это шахматы, шашки, го, различные настольные игры, все, что с этим связано. Он был открыт в прошлом году вместе с Анатолием Карповым, чемпионом мира по шахматам, нашим ректором. Ну, собственно говоря, сам Карпов приезжал и мной. Вторая площадка проектная, в которой как раз рассматривается работа студентов, особо талантливых, со второго курса. Прочих с третьего или с четвертого. Ну, кто, опять же, способен, кто не способен или не хочет, или работать в совершенно другом месте, они, в общем-то, ходят на стандартные занятия. Это так называемый Центр Цифровых Трансформаций. Он находится на площадях на территории Института Управления Экономики и Финансов на Бокерово-4. Это тысячи квадратных метров площадей, которые представляют собой комбинированный каворкинг для студентов, производство, где можно реализовать все, начиная от роботехнических манипуляторов, заканчивая сложных электронных схем, мощную вычистительную базу, включая наш собственный суперкомпьютер. Ну и, прежде всего, наших тьютеров, преподавателей, под руководством которых студенты имеют возможность участвовать в реальных индустриальных проектах, вот как на основании там стажировки, так и на основании полноценных участников, в том числе быть принятыми на работу. Студенты также сейчас у нас активизируется их работа в рамках именно инициативы «Приоритет-2030», где со студентами мы работаем в качестве лаборантов. По более чем 10 различным направлениям исследований сюда мы подключаем студентов в их внеучебное время, еще и в те лаборатории, которые находятся не только в СЦТ, но и непосредственно на самом месте базирования института, на Кремлевской 35, у нас здесь находятся лаборатории радиотелекоммуникаций, суперкомпьютерной вычистительной техники, медицинского машинного зрения, обработки текстов и ряд других. То есть вот можно сказать, что институт именно предоставляет одну площадку досуговую и очень мощный комплекс, мощнейший не только, кстати, для нашего института, но и для ряд других институтов, и прежде всего их студентов, которые гуляют заинтересованностью по проектной деятельности. А так для студентов всех институтов Казанский федеральный университет предоставляет абсолютно уникальные возможности по творческому самовыражению, которое находится вне этой деятельности, ну, начиная от студвесны, мы в этом году, например, в галконцерте студвесны заняли второе место, и заканчивая проявлением своей какой-то культурной, в чем-то даже творческой позиции, позиции как личности, начиная от волонтерства и помощи в проектах университета, там, например, в рамках того же самого эндаумент-фонда сейчас возобновляется как раз инициатива по эндаумент-фонду, и заканчивая проведение творческих мероприятий, праздников, и в том числе воспитание подрастающего поколения, еще не абитуриентов, то есть это школьников, прикрепленных к нам, ну, не прикрепленных к нам, наших базовых школ, университетов, лицеев, там студенты наши тоже участвуют в качестве молодых преподавателей, которые могут тоже чему-то научить, и главное показать, что они достаточно быстро вот именно вот вливаются вот в наш преподательский состав. И еще хотелось бы вернуться снова к теме поступления, есть ли у вас конкурсные испытания, которые проходят внутри института, то есть, так скажем, вступительные? По магистратуре, у нас это по магистратуре, потому что экзамены могут сдаваться как в очном режиме в формате собеседования, так и в дистанционном. В общем-то, если есть возможность, мы, конечно, рекомендуем участвовать в вступительных экзаменах в экзаменах в очном режиме, ну, собственно говоря, потому что в этом случае вы имеете возможность донести до преподавателя более расширенно свой объем знаний, чем, скажем так, ответы на фиксированные вопросы или там, условно говоря, где у вас может не быть шанса на ошибку, если, условно говоря, у вас, например, что-то случится там с интернет-подключением или там, допустим, будут какие-то неправильные там настройки браузера, условно говоря, что достаточно часто бывает. То есть, ну, скажем так, до того, как вы не зайдете и начнете проходить там тестирование на сайте университета, вы не сможете никому гарантировать, прежде всего себе, что у вас там никакого, в общем-то, вопроса лишнего не произойдет. А в очном режиме, в общем-то, у нас очень действительно хорошие возможности по донесению своей позиции, то есть даже вот если вот вы приходите с другой специальностью, смежно, например, ну, захотели квалифицироваться по программисту, до этого были, например, физиком, вы всегда можете объяснить преподавателю, то есть даже если не хватает каких-то специализированных знаний, ну, например, там, и человек там из языков программирования там чуть-чуть там знал питон, и все остальное нет, ну, действительно, очень хочет проучиться магистратура, есть возможность всегда донести до руководителя направления магистратуру, чтобы мы дали вам возможность действительно вот попасть вот к нам и вот проявить себя. Ну, удаленно этого, конечно, сделать не получится никак. А если говорить про дополнительные баллы при поступлении, есть ли такая возможность? Да, у нас можно получить от двух до пяти дополнительных баллов за различные участия, за различные дипломы победителей, тоже там есть большой перечень тех мероприятий, в которых нужно получить диплом. Если мы говорим о дипломах и лауреатах первого места, тогда они могут получить пять баллов. Если мы говорим про второе, третье и участников, то там от двух до трех баллов, опять же, в зависимости от перечня тех мероприятий, которые туда включены. Чаще всего это международные, огромные всероссийские мероприятия, которые проводятся очень широким охватом именно по республике, по России в целом. Медаль золотая также? Обязательно, да, пять баллов можно за это получить дополнительно. Скажите, пожалуйста, вот в связи со всей ситуацией продолжается ли сотрудничество с иностранными коллегами, или сейчас пока это приостановлено? Необходимо заметить, что наш институт, ну, с того момента, как я стал директором этого института, занимает принципиальную позицию по сотрудничеству именно, ну, скажем так, с дружественными, сейчас они официально подпадают под категорию дружественных стран. Например, наша международная деятельность, она сосредоточена на взаимодействии с Республикой Беларусь, Узбекистаном, ну, тогда это еще были непризнанные, сейчас уже признанные республики, Донецкая народная республика и Уганская народная республика, а также ряд образовательных инициатив с Китайской народной республикой. С другими странами, ну, из-за того, что, в общем-то, мы имеем, ну, достаточно большой опыт работы именно по, скажем так, работам в интересах нашей промышленности, мы всегда старались особо не сотрудничать, ну, потому что было понятно, что уже с 2014 года постепенно усиливалось давление и в научной, и в образовательной, и в промышленной области, и, в общем-то, когда-то, конечно, должно было привести к негативным последствиям, которые мы видим сейчас. Поэтому для нас ситуация изменилась скорее в лучшую сторону, потому что мы, например, являемся одним из действительно основных вузов Российской Федерации, которая действительно тесно работает с Республикой Беларусь, причем с Беларуським государственным униситетом. В рамках комплексных программ у нас сейчас одновременно запущено сразу 8 инициатив с профильными факультетами. Ну и, конечно же, наш университет очень тесно сотрудничает с дружескими нам республиками Узбекистан-Казахстан, и мы постоянно участвуем там в образовательных, в промышленных выставках, то есть вот ездим туда с абитуриентами, сейчас у нас открывается пилотная программа в рамках нового филиала Казанского федерального университета в Узбекистане в Джизаке, то есть мы достаточно тесно с ними сотрудничаем, но именно и только с этими странами. Даже с Китаем, например, наше сотрудничество является пока очень и очень осторожным. В принципе, на этом вопросы закончились. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что нашли время, пришли к нам. Ну, желаю вам хорошего дня и надеюсь, что вы еще к нам придете, и ответите на вопросы абитуриента. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.